Всем привет, меня зовут Кент Брокман, и наши огненные мультновости снова готовы захватить ваше внимание. От нас так просто не отвяжешься. Поехали! Начнем с актуального. Дональд Трамп объяснил вторжение в Иран. А, так это сделался там Хусейн? Нет. Иракская армия? Нет. Кто-то из Ирака? Нет. Это леди, что однажды посетила Ирак. Нет, Питер, Ирак не имеет к этому никакого отношения. Это была группа саудовских арабов, ливанцев, египтян, финансируемых саудовским арабом, живущим в Афганистане и прикрываемым пакистанцами. То есть ты хочешь сказать, что нам надо вторгнуться в Иран? Из-за напряженности в регионе Латвия и Эстония вывели своих солдат из Ирака. Всего их 13 человек. Есть видео. У олимпийского чемпиона Алексея Волкова родился сын. Это мальчик. Минуточку, похоже, еще не все. О, господи, у меня двойня. Нет, это карта Европы. Суд Белоруссии вынес первый смертный приговор в этом году. А белорусская смертная казнь – это действительно страшно. Никому не двигаться, хорошо? Никто ничего не делает. Не надо, не надо их злить. Остановись! Прекрати это! Мы же не хотим, чтобы пчелы разозлились. Ненавижу пчел! 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 Все, хватит, хватит! Уберите их с меня! Засуньте обратно мулей! В 2020 году в новую Третьяковку привезут самую большую выставку индийского современного искусства. Такого загадочного и непонятного. Потрясающе! Будто ты взял все цвета в мире и сказал «нахуй!» Вот вам новый. Андрей Губин опроверг информацию о своем возвращении на сцену. Пропала моя музыкальная карьера. Возьмут ли меня на старую работу раскрашивать лица детей на днюхах? Вот и все, Тимми. Сэр, поднимайтесь и уходите. Сколько можно рисовать фломастером члена на лицах детей? Я не умею рисовать кошечек. Ну что ж, а на этом сегодня все. Хорошо, что впереди снова выходные. Субтитры сделал DimaTorzok